Олимпийская страна Мы постарались сделать так, чтобы был естественный отбор среди школьных спортивных клубов, среди студенческих. И вот пять образовательных школ, пять спортивных школьных клубов достойны частичкой спортивного оборудования инвентаря. Поприветствовать юное поколение приверженцев спорта и здорового образа жизни пришли представители органов власти, которые также способствовали привлечению внимания Олимпийского комитета именно к нашему городу. Первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Андрей Хромов и вице-мэр Омска Юрий Титянников. Также поздравить ребят и воодушевить их на еще более упорной тренировке прибыли бронзовый призер Олимпиады в Афинах стрелок Дмитрий Лыкин и двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко. Уверен, что у нас очень много талантливых молодежи, мы вот сегодня на них на всех смотрим. Я уверен, что среди них есть хорошие талантливые спортсмены, они смогут вырасти в настоящих звезд спорта. Нам с нами все вместе нужно им чуть-чуть только в этом помочь, предоставить им хорошие условия, чтобы они занимались, ну и какие-то у них должны быть хорошие примеры. И случайно местом проведения торжественной церемонии и передачи сертификатов на получение инвентаря был выбран 143-й лицей. Руководство этого образовательного учреждения дает своим воспитанникам уникальную возможность заниматься любимым видом спорта в стенах родной школы. Да и выбрать есть из чего. В лицее работает более 10 различных спортивных секций. Школа открыта в 1989 году и с этого периода спорт никогда не уходил на какой-то забегу. Всегда был спорт и образование всегда были вместе. Поэтому у нас, если вы сегодня видели, у нас есть и молодые, подающие надежды, и волейболисты, которые у нас в этом году выпускаются. Поэтому у нас в принципе это было всегда. Не остались равнодушны к такому подарку от Олимпийского комитета России и его основные получатели. Воспитанники спортклубов. Ведь каждый из ребят понимает, чтобы повторить путь известных омских атлетов и тоже подняться на пьедестал престижных состязаний, нужно качественно тренироваться. И для этого помимо желания и упорства нужны технические возможности. Наш лицей такой спортивный. У нас столько много спортсменов. У нашего лицея не было ничего. У нас только были шведские стенки и маты. Не было никаких оборудований. И сейчас вот детали. Будем усиленно тренироваться и добывать успехов. Помимо 143-го лицея за активную пропаганду спорта, помощь от Олимпийского комитета России получили школы в Иселькульском, Любинском и Называевском районах и 32-я общеобразовательная школа в Омске. При этом каждому учреждению предоставили уникальный набор инвентаря, соответствующий активно развиваемым в них видам спорта. Продолжение следует...